Огромные, жирные, в кляре каких-то рыбехи. И так звук у меня тут плохой, я вот так вот должна вам кричать. Как тебе не страшно, было одной сюда поехать. Какая-то энергия пошла благодатная. У вас все получится, ребята. Buenos dias, mundo. Buenos dias, Mexico. Сегодня мой третий день, давайте его вместе с вами проведем. Хотела я поехать в дом Фриды Кало, но отзывы почитала, что надо билеты покупать лучше онлайн, потому что там какие-то длинные очереди. Зашла я на сайт, и в итоге там на неделю вперед проданы билеты, а неделю мы здесь уже находиться не будем. Сегодня пойдем, я решила, проверим автобус мексиканский. Поедем на автобусе в базилику Святой Марии, кажется. Вот, но тоже это такое туристическое мекко. Сейчас я сижу, жду свой завтрак, пью маргариту. Я решила попробовать просто что-то новенькое. Я заказала здесь, ну, типа классический Цезарь салат. И интересный факт, что настоящий салат Цезарь был изобретен в Мексике, в городе Тихуана. Вот, но там я не собираюсь выходить из отеля и ехать пробовать этот вот салат. Поэтому я решила его попробовать здесь. Ну, вкусный, но ничего необычного. Хочу попробовать тако. Блин, кипец, на самом деле. Написано, что с рыбой в итоге принесли вот такие две огромные жирные кляре каких-то рыбехи. Ну, нормально. Тоже без восторгов. Какой-то соус, тут еще салатик. Рыба мягкая. Что за рыба, я вообще не в курсе. Но очень жирная. Вышло 480 песо. Умножайте на 3 где-то. И плюс сейчас еще чайные мы оставим. Мы сейчас идем там на остановку. Тут, кстати, выделены полосы для автобусов. Вот там какой-то памятник. Честно говоря, надо почитать, что ли, хотя бы, что за памятник. Вот. Выделены вот такие полосы для велосипедистов. И там есть для автобусов. Они также перегорожены для автобусов. Вот так выглядит автобусная остановка. Я не знаю. А, надо, наверное, билет, что ли, купить. Сейчас разберемся. Can I pay for cash? All right. Thank you. Ну, так вот. Ой, тут только даже на автобус пойдете. Так, ну что? Вышли из автобуса. Вот здесь вот такая вот. Ну, какая-то типа, знаете, прям, как сказать, настоящая. Мексика. Вот. Ну, короче, прикольно. Полиция тут стоит, значит, все достаточно безопасно. Ну, здесь, я так понимаю, туристическое вот это вот неком на самом деле. И поэтому, как бы, здесь следят за порядком. Честно говоря, я тут еще вообще travel-блогер. Я вообще не знаю. Я, то есть, я вот в Мексике знала только дом Фриды Калу. Все. И, а, недворец изящных искусств. Потом я начинаю гуглить в TripAdvisor, типа, что еще посмотреть, куда еще сходить. И нахожу какие-то места. Честно говоря, я о них не знаю. Вот к своему стыду я про эти места не знаю вообще ничего. Я могу путать названия. Я вот сказала, что это базилика Святой Марии. Нет, это какая-то другая базилика. Забыла сейчас. Ну, короче, буду при монтаже. Напишу, как это все читается. Здесь вот такая вот картина. Вот этой Святой Гладолупы. Или как-то так это называется. Господи, как же стыдно. Как же стыдно, что я этого не знаю. Здесь написано, пожалуйста, не ходите по вот этой картине девственницы Гладолупы. Как раз сегодня читала, что девственность это придумано патриархатом для контролирования женщин. Если честно, я счастлива. У меня очень классное настроение, вообще состояние спокойное. Мне многие говорят, как тебе не страшно. Было одной сюда поехать. И вот это вот все, знаете, мне в России было оставаться гораздо страшнее, чем сюда одной ехать и все это проживать. Знаете, я вчера тоже заметила, мне спокойно здесь, в Мексике, хорошо, когда, видите, рядом со мной никого нет. Пустота. Ну, вот там вот кто-то далеко, но это далеко сидят. Тут никого нет. И я, короче, ощущаю себя в безопасности, когда вот такое пространство. И вот тогда хорошо, короче. Если бы я посмотрела вот такой какой-то контент, как снимаю сейчас я, я бы меньше боялась, я бы больше вдохновилась. И, наверное, я бы это сделала. И буду... Ну, это очень круто, если кто-то сейчас посмотрит это видео и такой, блин, слушайте, а может там не так страшно? Я поехал. Если у вас есть какое-то желание, если у вас есть какая-то идея, но какие-то вот страхи, установки или что-то еще вас останавливают, шлите вообще нахрен это все и делайте. На протяжении всего моего пути мне каждый раз было страшно... Сначала мне было страшно ехать через Верхний Ларс, переходить. Потом мне было страшно лететь в Стамбул, потому что как раз я летела в день, когда, вот помните, по-моему, 13 ноября был теракт на Истекляле. Вот, а 14-го я летела в Стамбул, мне было страшно. Потом мне было страшно вот этот длинный долгий перелет до Мехико, он 15 часов. Потом было страшно здесь, как я поеду, как чего. Каждый раз, каждый раз мне было страшно. Но, знаете, это такой был страх, не тот, из-за которого я этого не делаю, а тот, который просто ты принимаешь и стараешься быть осторожным. И все. Но он тебя не останавливает, этот страх. Просто очень хочу вас вдохновить, чтобы вы на какие-то, на какие-то свершения, на какие-то такие вещи, которые вы давно хотите, но по каким-то причинам. Какое-то перекати-поле маленькое. Но по каким-то причинам откладывайте. Вот, не откладывайте. У вас все получится, ребята. Обещаю вам. Вот оттуда мы с вами пришли. Вот. И вот туда мы с вами идем. Смотрите. Сан-Джуни-Перо. Это, помните, в Черном зеркале была серия про Сан-Джуни-Перо? Вот, какой-то святой. Ну, в Сан это святой, естественно. Вот это я, конечно, информацию выдавала вообще. Ребята, ну скажите, разве может быть так красиво? Я с природы просто. Для меня это, я не знаю, вдохновение, наполнение. Когда вот эта вот смесь разных растений, разных цветов, всего-всего. Это так круто. И мне это так нравится. Видите, вот здесь монетки падут. Вот, честно говоря, не знаю для чего, но давайте положим. Не думаю я для того, чтобы что-то плохое произошло. Ола, мексиканским котиком. Откликаетесь вы? Слушайте, Ребзи, честно говоря, мне так хорошо, что я хожу и вот так вот просто... И у меня уже устало лицо. Вам видно, нет, вот женщина обтирает свечкой бабушку вот в зеленом. Видимо, вон, видите, у нее эту свечку потом они будут ставить. Вот это толкает. Сейчас я видела, что обтирал этой свечкой палец себе на ноге. И мне кажется, что это история, когда свечка, ну вот что у тебя болит, ты, ну, лечишься, так лечишься, получается. Ну, я так думаю. Ребят, видите, вот этот вот бассейн? Ну, это не бассейн, фонтан, естественно. Но так я хочу в нем искупаться. Пипец, мне так жарко. Какие большие алоэ и какие маленькие люди. Помните? Помните эти шуточки за 10 рублей? Здесь вот такой вот рыночек. И сейчас мы посмотрим просто одним глазком. Я что-нибудь хочу себе очень сильно купить на память. Что-то аутентичное, мексиканское. И, наверное, это надо где-то на блошином рынке. Хотя на блошином, наверняка, тоже очень много всякой вот такой вот фигни. В общем, ладно, мы так сейчас взглянем. Ну, тут одним глазком я сейчас отсюда ухожу. Потому что я собираюсь идти абсолютно в другую сторону. Все, уходим, ребята. Давайте пока над Маргаритой идти пить. Уже время. It's Margarita Time. Я хотела как-то купить Маргариту Сабоми, сказали, на улицах Мексики. Запрещено распитие спиртных напитков. Так, все, я придумала обратный план. Точнее, план обратной поездки. Я поеду на автобусе. У меня, славову, есть 10 песо. Вон мои красные автобусы. И остановка вот такая, посередине дороги. Ну, как в Грузии, в Баке. Я вот сейчас вот еду и думаю, я такая вот подхожу к людям и говорю, можете, пожалуйста, за меня заплатить. И все такие, да, конечно. Интересно, это только в автобусах работает или еще где-то? Так, ну что, я вышла в центре. Вот этот вот бар. Ну, или ресторан, что это такое. Ну, конечно, я думаю, что вот это вот внизу. Пойдемте туда сядем. У нас Margarita. Frozen Margarita, for favor. Classic. Они меня спросили, вам Маргариту с текилой или с мискалем? С мискалем, как правильно, тоже ударение, пожалуйста, помогите. И у меня вопрос, что такое мискаль вообще? Это тоже текила, это что-то из кактуса или это наркотики? Что-то у меня какая-то тема наркотическая. Это что-то наркотическое. Я ем Маргариту ложкой, потому что опять трубочек нету. Все, иду я в отель. Мне лалили, далили эту Маргариту с тобой, потому что я ее не выпила, однозначно. Вот, вот эта центральная такая. Очень подготовка, я уже знаю, ловлю поперек. Ой, ну, и что-то я уже подзарезаю, уже не так тепло. Все, уже полно, все, давайте, короче, в отеле встретимся. Я что-то уже очень устала, очень сильно я уже хочу спать. Подписывайтесь на этот канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Все, buenos dias, amigos. Пока.